Примерно 10 мая Анатолий Акскаков, председатель Думского комитета по экономической политике, решил выебать меня в жопу. Мисс Кэти и остальных популярных блогеров-стримеров путем ввода налога для интернет-деятелей. Пока моя жопа девственна, потому что в страны Аксакова поступило лишь предложение для его коллег в Думе. Но я-то чувствую, что в нашей стране никто не против смочить мой анус слюной. Поэтому сегодня с блогерами я буду обсуждать именно эту тему. Финансовый секс с государством. Сталин уже на ютубе, а ты еще не был на его канале? Скорее подписывайся. Не то, он тебя расстреляет. Ссылка в описании. В связи с чем депутаты решили собирать налоги с деятелей интернета? Я надеюсь, что это просто иллюзия деятельности, чтобы показать, что мы в тренде, и мы знаем что-то о современных тенденциях. Есть такие ребята-блогеры, и мы в курсе. Но, с другой стороны, я точно так же думал о всяких там околохинтайных законах, что никто ничего делать не будет, и тем не менее замораживают группу в Кандаче. Но никого не расстреливают, и это хорошо, поэтому надеюсь, что тут такая же будет перспектива. Ну, я думаю, это связано все-таки с тем, что они прекрасно понимают, что будущее за новым поколением, а все новое поколение сидит в интернете, и сейчас там начинается вот такая бурная деятельность, которая так или иначе приносит какие-то дивиденды, да, блогерам, там, каким-то влогерам, там, всем тем, кто делает стримы, там, все остальное. Поэтому рано или поздно это бы произошло. Просто сейчас просто уже это повально идет. Звучит так обнадеживающе. Чувствую, что я буду будущим Киркоровым, а какой-нибудь Хованским Лазаревым. А ты, кстати, зря. Вот, например, Пушкин или там Ломоносов, когда писали там свои там произведения, они тоже не думали, что о них будут через 100, через 200 лет говорить и изучать там их в школах, там, преподавать в начальных классах, там, понимаешь? Поэтому кто его знает? Может быть, Константин Прикрашев будет потом, не знаю, там, кем-нибудь пособием, там, в школах. Я думаю, новым Малаховым. У него вот есть, пусть говорят, вот я, от интернета. Увидели потенциальный, скажем так, рынок для собственного, и не только собственного, конечно, но и нашей дорогой страны, обогащение. То есть, ну, просто, в конце концов, слишком большие бабки стали вертеться в этой области для того, чтобы просто игнорировать ее. Полагаю, они увидели, что Карина Стримиша очень много зарабатывает, и Фиромир, и подумали, что все блогеры так зарабатывают. Ну да, я думаю, что подобный инцидент мог иметь место, потому что наши депутаты, как известно, славятся своей бедностью, и тем, что они живут близко к народу, ездят на метро, на маршрутных такси, как Гаруна Аль-Рашид, расхаживают они по улицам Москвы для того, чтобы... Ну, ты понял, короче, да. Сколько лет пройдет, прежде чем ты женишься на Прикрашеве? Давай нормальные вопросы. Как государство будет считать эти налоги? Ну, стандартно, как, типа, обычную зарплату. Я думаю, что там можно, типа, дебет с кредитом подвести вполне, статистику все получить от сервисов, и все окей. Все, что касается Твича, к примеру, там вот эти, короче, двадцатные донаты, они вообще никак не подпадают под закон, это, типа, это называется дар, то есть там такое... Это же попрошайничество. То есть попрошайки же на улице не делают налоги. Нет, это не совсем попрошайничество. По закону можно в дар человеку дать маленькую сумму, там даже до нескольких тысяч в дар, и никак это не облагается. Поэтому тут вот очень тяжело им будет. Вот тут все, что касается Ютуба, это как работа, как бы Google платит. Здесь им будет проще. А вот что касается Твича, здесь им придется, ой-ой, поебаться. Но это уже нужно спросить у государства, потому что у многих популярных блогеров цена рекламы договорная, то есть в зависимости от ресурса. Так что, возможно, они будут посылать каких-то своих тайных агентов, которые будут вычислять среднюю стоимость рекламы на разных ресурсах, которые потом все это суммируют и сделают определенный налог, то есть там 20% от средней стоимости рекламы или что-то такое. Вот все бабки, которые к тебе пришли, типа, ну, по электронным кошелькам, которые я тебе напомню, все персонифицируются в России, то есть, ну, привязываются к конкретному паспорту и к конкретному человеку. Просто так и посчитают. Если ты сам не укажешь в декларации, сколько у тебя и откуда, и за что, то в один прекрасный момент могут прийти и сказать, вот, все, что тебе пришло там на кошелек, с этого гони там 13% плюс 30% штраф за то, что долго не платил, плюс еще и можешь присесть, если будешь рыпаться. Все ли стримеры будут платить налоги или только самые популярные? Только самые популярные, это будет высший пример признания и так далее. И если ты что-то делаешь на Твиче и при этом с тебя не требуют государство налоги, то тебя должны чморить за такое, я считаю. Ну, по логике, получается, что, скорее всего, логично было их вывести, типа, чтобы платили те, у которых доходы начинаются с каких-то серьезных сумм. Потому что, представь, какой-нибудь, типа, Вася Пупкин из 5-го Б зарабатывает от силы 20 центов в месяц и такой, типа, идет заполнить налоговую декларацию и все, в этом духе. Слушай, ну, в свое время эта тема тоже муссировалась и говорили о том, что тот канал, на котором свыше трех, по-моему, тысяч подписчиков, будет приравниваться к средствам массовой информации. Я думаю, вот, наверное, от этого будет все это дело отталкиваться. То есть то, что свыше трех тысяч подписчиков, будет являться уже в категории популярной. Поэтому я думаю, что будет от этого отталкиваться. А ведь уже все и забыли, что к Смита приравняли. Столько еще мехи было. Шаг, и много кто об этом говорил, но потом что-то все забыли. А сейчас, видишь, второй шаг, это уже всех поставить на счетчик. Я уверен, только самые крупные блогеры. Никто не будет брать стримершу сисястую с двадцатью подписчиками или Майнкрафтера какого-то. Кто их будет трогать? У них там раз в неделю двадцатку кинут и все. Это какие-нибудь вот эти нашумевшие блогеры топовые. Не может быть стример. Ну а с меня будут брать? Хуй тебя знает. Как стараться будешь? Можно ли взымать налог с доходов у малолетних летсплейщиков? Ну да, можно, но только это все должно делаться через родители, потому что они опекуны. Но я думаю, что сейчас, прямо сейчас, все родители изымают у своих детей доходы с малолетних летсплейщиков. Конечно, даже нужно, потому что они должны подготовиться к бедной взрослой жизни, так сказать, почувствовать всю соль на вкус. Обязательно, потому что Ютуб, он прекрасен в своей молодости. И какие-нибудь яркие деятели типа Мистера Макса, если с них брать хотя бы парочку процентов, то Россию можно поднять с колен. Такой мой выбор в плане развития экономики. Я думаю, что теоретически да, можно, потому что в любом случае у них есть аккаунт, он привязан к каким-то кошелькам и все остальное. То есть не важно, сколько тебе лет, главное, сколько ты зарабатываешь, сколько с этого государства будет получать доходов в виде налогов. Поэтому я думаю, что да, теоретически это можно. Я вот даже получал, помню, да, вот, свидетельство от налоговой службы, чтобы снимать деньги с WebMoney. У вас нет такого? У нас тоже есть такое. То есть там, насколько я понимаю, там же нужно пройти эту идентификацию, как она называется. Да, 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 и у Яндекс деньги это есть, и у WebMoney я к ним ездил в офис. То есть это все абсолютно, да. И если, например, вот этот малолетний летсплейщик, у которого есть родители, они просто за него по доверенности это сделают или еще как-то. Ну то есть теоретически это можно сделать. Не пора ли уже устроить массовые блогерско-стримерские восстания против всей хуйни? Ни капли. Я вообще, я и так налоги плачу. Не понимаю, Костя, почему все так смущаются. 13% как физическое лицо. И горжусь этим. Потому что за эти бабки, бабки, конечно, жалко, да. Но за них ты приобретаешь возможность спрашивать за что-то. То есть ты идешь, видишь, дорога разбитая, и ты можешь уже как-то вот, ну, куда-то идти, куда-то жаловаться и говорить, блядь, мои деньги нахуй идут, а у вас дороги разбитые. А когда ты хуеплет, который сидит на шее у родителей, ничего стране своей не приносит, то, ну, что ты можешь с нее спрашивать? Сиди и не выебывайся. Да зачем? Наоборот, блогерам тихонько надо сидеть, не рыпаться, пока, блин, получается. Да ну зачем? А что он добьется? Если начнят паковать, там люди серьезные сидят. Они сами воруют, понимаешь? Побольше нас шарят. Побольше нас шарят в этой теме. Это как бы, знаешь, нам дружить с ними надо, а они... Какие восстания? Кто нас будет слушать? Хотя в плане того, что у блогеров есть миллионная аудитория, у них есть власть в этом плане. Давид Ичинь не спасло от тюрьмы. Давид Ичинь... Ну, зная среднестатистических блогеров, которые весьма ленивы и не сильно хотят вставать куда-то дальше своего компьютера, я думаю, единственный адекватный способ проявить свое негодование, это сказать, эй, подписчики, давайте ищите где-нибудь на Одноклассниках профиль среднего такого какого-нибудь депутата и ставьте ему единичку в качестве оценки, он сильно расстраивается. Или петицию создать. Будет ли пенсия у стримеров и блогеров? Ну, я думаю, что будет все-таки, как предсказывал Илюха Мэдисон, дом престарелых для блогеров, где блогеры старой закалки, вроде меня или Андрея Нефедова, будут сидеть, трясти своими старческими ручонками, снимать... Не вспоминаю, ооо, я был такой популярный! Да, снимать друг друга на селфи-палке, ну и прочие стариковские радости. И обязательно профсоюзы, и обязательно группу людей, которые будут биться за то, чтобы национально не притесняли, потому что, задумайся, Константин, очень мало негров в русском сегменте, нужно это исправлять. Я думаю, что какая-нибудь минимальная социалка и губозагаточная машинка какая-нибудь, и не более. И так всю жизнь не работали, еще в старости, суки, жировать будете. Да-да-да, так что никак. На этом вопросы кончились, и помните, что никто не берет налогов с попрошайки в переходах. А я ведь, блядь, сука, живу не богаче их, питаясь одной гречкой с кепчуком. Так что, сука, подписывайся на мой канал и ставь лайки, чтобы я не умер хотя бы до выхода сингла своей группы.